Испытать себя и оценить мастерство других. Карате – вид спорта, который учит внутренней гармонии, умению владеть собой и уважению к противнику. В Самаре прошел пятый международный открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по традиционному и спортивному карате. Свои умения показали более двухсот спортсменов. Карате воспитывает не только физически, здесь очень важную роль играет именно психологический аспект. Потому что уважение взрослых, уважение слабого, уважение самого себя, традиции, потому что карате в первую очередь – это традиция. Дети – это наше будущее. И это здорово, что у нас есть такие возможности, такая, скажем так, да, возможность и желание у наших детей есть участвовать. И очень хорошо, что родители поддерживают детей. Карате-шотокан – один из стилей борьбы, который показали спортсмены. Турнир открыли совсем юные каратисты, которые продемонстрировали не только кату, то есть связанную последовательность техник, ударов и стоек, но и кумите – поединок с реальным противником. Несмотря на возраст участников, бои не оставили равнодушными никого, особенно переживали тренеры. Соревнования боевых искусств – это проверка себя, проверка духом, проверка побоишься, не побоишься показать себя. Самое главное – над собой, победу сделать над собой. Татане имеют возможность, помимо что выиграть над собой, еще попробовать показать, что ты умел и научился, и попробовать выиграть такого же спортсмена, такой же квалификации, а может быть и старший. География соревнований охватила сразу три страны – Россию, Армению и Казахстан. Ангелина Головатова из Казахстана приехала на турнир в Россию не впервые. Несмотря на юный возраст, у девочки уже богатый спортивный опыт. Ангелина рассказывает, на татане выходят без волнения и страха. И чувствует поддержку тренера, который привозит спортсменов в Россию не первый год. Там красивые приемы, мне очень нравится, потому что это очень красиво для меня. Раз в год мы приезжаем в Россию на соревнования, для того, чтобы обкатать наших спортсменов, чтобы поучаствовать сильнейшим спортсменам в России. Турнир прошел при поддержке Самарской региональной общественной организации «Армянская община». Победители получили не только незабываемые эмоции, но также кубки и медали. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События.